разок с хаотик офферинг, рефрешинг, еще разок это четыре уже и сам погиб, при этом и пятого вызвал. Пять големов может появиться на карте внезапно и просто разорвать всех, либо героев противника, либо базу, оппонент. Ну, базу они не очень быстро ломают, но да. Ну, когда их пятеро бьют бараки, это много урока. Пятеро, да, это другой уже разговор совершенно. Я видел, чтоб четыре било. Четыре бьют нормально. Пятеро, думаю, сейчас еще лучше. Так, последний пик остался Team Secret. Никс, Джакир, ну что, получается, Клокверк все-таки в этот раз опять будет оффлейнером. Я думаю, тут... Или все-таки Никс оффлейн. Никс оффлейн. Я думаю, что Клокверк будет у нас саппортом четвертой позиции, и Virtus.pro должны в мид забирать еще персонажа для нунчика. А, вот после Медузы уже, наверное, SF не хочется брать, наверное, Инвокер лучше будет смотреться. Ну, чтобы выжигать хоть как-то ману. А может быть, еще что-то оригинальное мы увидим. Что, например? Ну, Инвокер, Шадуфинт — это самое дефолтное? Не знаю, Сулумит, Свен, Кэрри, Аэм. Против Медузы. Не знаю, честно говоря, правда не знаю. Медуза сейчас тоже интересная такая. То есть, вот Аганим добавили, ты используешь Мистик Снейк, станешь на секунду, бьешь с руки в эту секунду, чуть лучше, чуть сильнее противника. Довольно забавно. Не знаю, насколько, правда, это применимо на про-сцене. Есть ли смысл? Насколько это применимо конкретно в этом пике? Посмотри, все герои бьют магией. То есть, зачем Аганим, МП в такой ситуации? Ну, вот Инвокер появился. Если бы не Медуза, я уверен, это был бы СФ. А после пика Медузы СФ брать нельзя. Тяжело будет. И поэтому появляется Инвокер. Инвокер неплох. Опять подстаны, выдавать санстрайки. Опять-таки торнадо ЕМП по Медузе, выжигать имману. Ну, почему бы не... Ну, и Алакрити, конечно же, на Свена, чтобы он рубил посильнее. Пики интересные, но мне, откровенно, всегда не нравится пик Медузы. Какой бы этот драфт это ни был, это всегда Медуза. Это как... Я не знаю, это как Нага в каких-то играх. Керри Нага, например. Это все пофармить, это все одно попозже, но потом не на сейчас игра, не на раннюю стадию. Затягивание в лейт. Ну, Сикриты, в общем-то, и в предыдущей карте примерно подобное пытались нам показать. Вчетвером дерутся, один герой на подхвате, в случае чего, как план Б. Но при этом у них даже и план А хорошо сработал. Здесь же Никс, Джакир, Эмберспирит, Клокверк и вышки могут подпушить и гангать. Конечно же, могут очень эффективно, потому что есть Никс с Виндетой своей, которая будет находить одиночные цели, стараться в них врываться. Эмберспирит, он всегда мобильный, с травелами, с ремнантами. Ну и Клокверк при получении шестого уровня с хукшотами мы уже в предыдущей карте видели, чем может заниматься и как он может мешать оппоненту. Поэтому стратегия Сикрет ясна. В целом она даже не особо поменялась от первой карты, на мой взгляд. Посмотрим, как ВП будут теперь это преодолевать. Нельзя больше баллы терять, вот что хочется отметить, потому что, конечно, ничейных результатов у ВП уже хватает, то есть два матча они в ничью провели. Нужны победы, иначе цепляться за плей-офф будет просто невозможно. Тут каждый балл на вес золота. Так что нужно выигрывать, в всяком случае, в этой встрече хотя бы свести в ничью. Не отдавать лишние очки из Сикрет. Давайте посмотрим, удастся им это сделать или нет. ТПшки сразу же прожимаются, Ябзор. За счет смока побежал. На сапоге, конечно же, вард быстро ставить. Действительно, суппорт Клокверк нас сами ожидают, в отличие от первой карты. Ну и вот здесь соло. Теперь уже быстро-быстро перемещается на чужие позиции. Ставить вард. В прошлый раз на бейне он дал ФБ за счет того, что медлил. Сейчас МП, кстати говоря, тоже сможет увидеть здесь. Слушайте, а можно ли как-то перехватить? МП пытается стопить. Есть Санстрайк, конечно, но он первым уровнем МП особо не прочувствовал этот урон. И Ябзор, вот он на подхвате. Батарейки успел использовать. Станом откидывался СВН. Есть Никс, подкапывает. И похоже, что соло в очередной раз будет отдаваться на ФБ. Я видел катку, которая начинается так же. Еще и Ферстблад для Мидвана. Какой кошмар. Как-то вот не выходит быстро пробежаться, поставить хороший вард и уйти незамеченным. У соло. Вторую игру подряд его находят, убивают. Ну и при этом, при всем, конечно же, Мидван еще и будет баунтируну забирать. Ему сейчас еще Пурманшилд пролетит. То есть тут Пурманшилд плюс Квилинг Блэйд. Инвокеру тяжеловато будет поначалу. Вообще считается то, что инвокер контрит Эмбера. Но здесь у Мидвана очень хороший старт должен получиться. Еще и Фласку. Они еще и отжимать чужую баунти пойдут прямо сейчас по PSMP. Правда Лил сюда подошел, на него имеется краш. Рамзес здесь отпевает с помощью Глэрити. Готов выдавать свой стан. И Ябзер снова в спину заходит. Так, Рамзес, конечно, баунтируну взял. Но кто Лилу будет спасать? И как Лилу вообще будут спасать Мистик Снэйк? Не дотягивается Ябзер своими батарейками. Подхилл есть от соло. Дуал Бресс дотянулся. Ябзер за счет замедления Дуал Бресса Пупея. По итогу еще одно убийство для Сикрет. Ну и соло, возможно, в очередной раз просто погибнет. Батарейки закончились. Очень долго восстанавливаются батарейки. Соло, скорее всего, не убьют. Подожди. Дуал Бресс и пробивают его в спину. Прямо под Тир-2 гонят. Очередной подхилл. И все-таки оставляют соло в покое. Больше не нафитит соло, во всяком случае, в этом моменте. Но все равно 2-0 для Сикрет. Баунтирун они две, по-моему, забрать. Курьера, вот смотри. Ябзор видел, как Курьера использует Нун. И сейчас он, возможно, будет выбегать. У него есть стапок. Милишник стапком спокойно Курьеру убить может, если вовремя выбежит. Ябзор выбегает. Но Курьера контролит. Хорошо контролит. Да, они отдали Курьерчика. Неплохой мув от Ябзора. Но не получилось. Ну что, в центре начинается то самое противостояние Эмбер Спирита против инвокера. Эмбер с, ну, тем самым Пурман Шилдом, с Квилинг Блейдом. Но Вану будет сложно его прогонять каким-то образом. Но это даже не самая интересная часть карты. Самая интересная часть карты будет у нас на топе. Потому что здесь 3 на 3. Агрессивный оффлейн от Team Secret. Ябзор, Пупе и Эмпи. Нападают уже на Лила. Крашем. Лил, конечно, дал. Пытается уйти. На развороте Рамзет еще стан по Ябзору. Шадоу Ворд висит. Ябзору нужно добивать. Только чем? Да, добивает Соло. Последней своей тычкой. Не смогли разобраться в Virtus.Pro. Сами не погибли, но одного героя убили. Уже неплохо. Однако, конечно, это не снимает всех проблем на линии. Потому что все еще Свен будет стоять против рейнджевого героя. Даже против двух рейнджевых персонажей. Которые постараются крипам не подпускать. И Медузе, конечно, намного удобнее будет крипов латхитить, нежели Свену. Но вот Свен только подошел, сразу Dual Breath получил. Там какие-то Mystic Snake будут по нему залетать. Да, он и стоит спокойно, крипов должен латхитить. Подушку неудобно. Что на другом лайне еще происходит. Там противостояние Дарксира и Никса. В итоге пока непонятно, кто отстоит лучше. Все-таки Дарксир очень силен один на один. Но Никс может моноберны постоянно вот так вот кастовать. И не давать Паше возможность в то время использовать и оншелы. Ну, потом, конечно, Soul Ring появится. Паше будет чуть проще. С маной проблем быть не должно. В принципе, денег уже достаточно приличное количество. Паша покупает себе Soul Ring как раз. Главное успевать. Soul Ring сразу же повесил айншелл там на себя, на крипов. И, в общем, можно таким образом. Да, раньше такая мода у некоторых игроков существовала, но не в Кэптэнс моде, а вот именно в матчмейкинге. Покупать рецепт Soul Ring на линию, чтобы потом Soul Ring докупать в боковом магазине. Рецепт Soul Ring, очевидно, тебе ничего не дает, а манга дает тебе, ну, хапариен небольшой. Так что... Слушай, еще один артефакт, у которого рецепт убрали. Да, да, да. Там получил стан Паши сейчас. Слушай, ну, Соло, может быть проблемы, Мистик Снейк, Соло здесь погибнет. А Кеза умирает в боте. Одновременно. Паша погибнет ли от вышки? Нет, не погибает. Паша остается. Минимальный запас маны и ХП, но он живет. Но антопи терение продолжается на столкновении. Виртус Про здесь очень неплохо с Сикретами расправляются, я посмотрю. Не погибает у них ни Соло. Лил здесь в этом моменте тоже не погиб. Но при этом суппорты у Сикретов начинают периодически гибнуть. Неприятно, сколько там уже отдач. Я обзорил. Одна смерть, у Джакира одна смерть. Ну, вот так вот. Не то, что они хотели, сделав, конечно, агрессивную линию. С другой стороны, надо крипстаты, конечно, оценивать. Тут у Рамзес 17 на 5. Так, атака на Ябзор. Вновь пошла Ябзор. Ночь, ну, конечно, времени выигрывает сейчас. В центре Мидван в Соло, но Ван убивает. Неплохо, Эмбер Спирит. Мидван, во-первых, крайне опытный Эмбер Спирит. Во-вторых, он с Феррестбладом начал. Поэтому он должен доминировать здесь, над Женуокером. Ну, прям так, чтобы делать киллы, конечно. Молодец, Мидван. Воспользовался руной. Достаточно полезный хейст. Смог убить под Тир-2. Правда, пришлось залезть. Но помощи не было. Просто для Ноу Вана. В этом, кстати говоря, и плюс расстановки таких линий от Тим Сикрет. Так просто потому, что они заставляют суппортов стоять на верхней линии, в центре никто, например, Ноу Вану помочь не может. И когда вот такие столкновения происходят, когда Мидван набрасывается там за вышку, пытается уничтожить Инвокера, никто не пришел на ТП. Никто не попытался даже разменяться. Вот только-только Лил перетянулся куда-то в центр, но тут же понимает, что в центре уже делать нечего и бы линия отпушена. Перемещается в чужой лес, баунти руны здесь нет. И как быть полезным, непонятно. Ну, разве что получится Айншел от Паши сейчас и попытается еще побегать, найти суппорт. Ну, Кезу там получил информацию, что Слардер к нему пришел в гости на Лайн. Джеки Рос в Инвизе все это спалил. Вот, и Пупей возвращается, похоже, обратно. Или будет попытка сейчас как-то Нунчика забрать на Ремнанте, должен возвращаться Мидван в центр. Но у Нунчика есть Торнадо. Попадет ли Нунчик этим Торнадо? Попадает, конечно же. Сбивает Флейнгвард, и Мидван остается безоружен. Ну, и при всем при этом Пупей просто переместился вновь на топ. Заставит он опять вернуться Слардер на эту линию. Так вот, касательно крипстатов. У Рамзеса 27 на 6, у Мидузы 15 на 7. У Рамзеса все в порядке. Ебзор заходит вновь на соло, закрывает его в Коге. Есть Далбресс от Пупе. Эмпи продолжает соло бить. Игнорирует просто Рамзес. Рамзес там сзади, конечно, ковыряет Эмпи, но дэмэджа достаточно много, чтобы убить Мидузу. Теперь еще и на Рамзеса. Его тоже будут прогонять. Ебзор, подарейки работали. Коге поставил на всякий случай. Тут Варкрая и спас еще сверху. Подтягивается соло, должен подхиливать Рамзеса. Есть обхивал. Стан на развороте под Санстрайк. Ебзор. Потерял очень много здоровья, но вроде бы жить будет. Да, у Рамзеса просто нет маны на стан следующий. Ну, Лил сюда подошел. Может быть, с Лилом что-то получится. У Лилы есть краш. Нет, тоже. Тоже, тоже убить не удается. Достаточно агрессивная линия, очень много столкновений. По итогу, конечно, часть героев Сикрет здесь погибала. Но самое главное то, что Рамзес фармил. Причем фармил достаточно неплохо. Вот видим, пока смещается в лес. Качал пассивку на 2. Аккуратно защищает нейтральные кемпы. Все еще, конечно же, под поддержкой соло. Под его, подхилом. Ну, у Рамзеса уже, кажется, есть деньги на Morbid Mask. Он может позволить себе ее купить и пофармить лес. Если ему некомфортно стоять в топе. Оставить линию кому-нибудь еще. Например, Варлоку, чтобы он как можно скорее получил уровень 6. Но мы видим, что Рамзес решил все-таки вернуться обратно на лайн. Но учитывая то, что по гриппам у него все в порядке, действительно уходить, наверное, не стоит. Кто бы сюда не пришел, вместо Рамзеса он здесь будет подвержен таким постоянным атакам. Даже сам Рамзес подошел. Казалось бы, герой плоты с хорошим начальным стартом фарма. Ну, станом откидывается, пытается спастись. Тычка последняя от ЭПи залетает. Тут минус. Ну, представь, что было бы, например, с тем же самым Варлоком, который пришел стоять. У Варлоку он дровенький. Он может, как бы, получать экспу, спрятавшись в дерево и каких-то крипов там из-под тяжка добивать. Ну, вообще, да. Свойн так делать не имеет. Снова обхивал. Пытается замедлить обзор. ЭПи, Пупи, откидывается айс пасом. Рамзес снова здесь. Ну, вот, выполняет свою задачу Сикрет на 100%. Сюда еще подтягивается, кстати говоря, Мидван. Очередная руна и снова Хейст. Второй Хейст уже за 7 минут. Неплохо сыгран. И Мидван идет дальше на ремнантах. Нападает на саппортов. Есть Варкрай, спас неточный Коги. Обзор поставил, оттолкнул Рамзес. Но сам подставляется под стан и под санстрайк. В итоге в Virtus.pro здесь никого даже не потеряли. И забрали одного героя, одного саппорта. Атака Мидвана здесь не принесла успеха. Ему денег он лишних не заработал. Крипов он не бил. И лишь только потерял время. Да, очень быстренький Мидасик у Нуна будет. Ему остается буквально еще там парочку крипов добить. На рецепт ему хватит денег. И он уже притащит тебе артефакт, который позволит ему очень много получать золота и опыта. Что крайне важно для инвокера. Особенно опыт. Чтобы выкачивать сферы, таланты хорошие. Аккуратно будет стоять в лесу. Да, добивать нейтральных крипов. В целом даже на линию можно особо не выходить. Зачем? Своей команде ты поможешь с анстрайками. В общем, как и все инвокеры поступают. Это уже потом, когда ты купишь какие-то юлы, аганимы, травела уже можно будет помочь. Так, на Рамзеса вновь атака. Мидван с верхней линии так и не уходил. Ну и вновь бить не может. Хотя на ренантах дальше идет прям под вышку. Чайные Рамзес дает 30 здоровья. Получает в очередной раз Shadow World. Ну, Мидван хотя бы забрал Слардера. Мидван пожалел, мне кажется, Рамзеса. Если бы чуть подальше пробежал у него, оставалась мана и оставался последний ремнант, мог бы он с войны убить. Но, видимо, Мидван не ставил себе такой задачи. Он просто пришел, помог немножечко в топе Медузе. Сейчас Медуза сломает вышку. И вот у Медузы уже готовится покупка Мома. Нового Мома, который собирается через маску и через квадрса. Как это круто? Лучше? А? Лучше? Это вообще очень хороший артефакт теперь. То есть ты можешь этот айтем разбить потом. Ну, например, на Свене, Мом, смотри. Ты разбиваешь его потом, когда он тебе уже становится не нужен, на, допустим, сатаник. Ну или там просто оставляешь маску смерти и покупаешь что-нибудь еще полезное. Ну, возможность, конечно, разбирать артефактов. Артефакты какие-то, это всегда круто. Например, саблю. Да, оставлять тебе возможность потом выходить какие-то более лейтовые айтемы. Как раз Свену ему, мне кажется, что есть смысл либо упираться в скорость атаки и тогда игнорировать саблю. Либо вообще проигнорировать дополнительную скорость атаки, допустим, там с Момой или с каких-то других айтемов. И просто купить саблю. И потом уже выходить в БКБ, Блинг и Дэмэдж. Потому что сабля, по сути, это косвенное увеличение ДПСа такое. Путем не увеличением самого демеджа или самой скорости атаки. Это увеличение ДПСа путем второй тычки, которую ты получаешь раз в несколько секунд. Ну, отчасти ты можно приблюзсовать именно к скорости атаки. Ну, то есть ты просто очень быстро... Ну да, косвенное увеличение скорости атаки. Да, ну и, соответственно, увеличение ДПС. Ну, все верно. Действительно, артефакт неплохой. Я тут наблюдаю тем временем, как Хизу пытается реализовать свой первый инвиз. он получил левел седьмой, под вендетой пробежался, нашел там инвокер, но был очень грамотный скан области от Virtus.pro и инвокер все прекрасно понял. Просто ушел. Ну и Мидван теперь тоже. На этот раз инвиз у него. Ну, очень много, конечно, рун, таких классных собирает Мидван. Увидел Ноуана, который сюда пришел через ТП, видит Соло. Ну, а на кого же нападать? Тут, правда, центри стоят сейчас у Virtus.pro. Этот центрик очень крутой. На нем Ноуан должен был Мидвана обнаружить. Эмбер спирт. Наблюдает. Видит, что здесь уже и Свен подошел. Мидван все прекрасно видит, все прекрасно знает, но одному нападать нет смысла. Против такого количества героев. Оттягивается к Хизу. Клики пошли. Все знают Virtus.pro. Оттягиваются. Сентри стоит еще и в междувышье. Теперь видно и Мидвана. И, да. Ну, вот очередные попытки с инвиза как-то внезапно напасть, делать минусы. Сикретов оборачиваются ничем. Тем временем Паша развлекает на нижней линии Пупея. Пупея испугался. Сразу ТПшку поражал и бежал. Немного высохла игра. Ничего не происходит. В целом все занимаются своим каким-то фармом. Ну, это понятно, да, потому что инвокер там тоже аганим еще. Даже не начинал собирать, он будет выходить в виллу сразу. Рамзесу нужно огромное количество артефактов, чтобы быть таким боеспособным товарищем, который придет и всех убьет. Ну, и тоже самое касается Team Secret. Эмберспириту нужны артефакты. Медузе нужны артефакты. В общем, пока вот эти четыре кор-героя занимаются непосредственно своим благоустройством этой карты. Да, давно я не видел юл на инвокере. Юл будет, возможно, полезен против эмбера. Но вот после того, как понерфили инвокера, точнее его бласт, что он теперь не дизейблет, то есть он просто дизармит и отталкивает, но он тебе не дизейблет. Вот. Перестали использовать вот эту комбинацию юл, санстрайк, метеор, бласт. То есть там, раньше можно даже антимага было убить, которого был блин, ты просто грамотно даешь все скиллы по таймингу, он умирает. Вот сейчас ты так поступить не сможешь. Вот. Но иногда бывают такие игры, когда у оппонента герой без эскейпа естественного. Да, вот, например, такой герой, как Джокера, он не может тебе чем-то помешать. Ты можешь его заиулить, дать вот этот весь прокаст и убить его. Вот. Поэтому иногда юл действительно смотрится неплохо. Ну, плюс это мано-реген, что очень важно для инвокера, чтобы метеоритами можно было спамить крипов. Быстро толкать линию, быстро получать фарм. И какой-никакой эскейп для себя самого. Ну, или там можно эмбера заиулить, как вариант. Много выглядит для себя время, если будет атака. Неплохой артефакт, безусловно. Некоторые просто стараются там аганим много быстрее собрать, как можно быстрее ранний аганим, но некоторые делают ставку на юл сперва. Тут бы форсстав на самом деле не помешал. Против самая ситуация, что в предыдущей карте была. Форсстав лишним не будет, статой даже и не один. Так, снова смог, разбивают секреты, ставят вард, подтягивается соло, оп, соло. Увидел я обзора, я обзор увидел соло. Ну, секреты, безусловно, хотели, конечно, цель чуть побогаче найти, ее уничтожить. Но подставляется варлок, пришлось его убить. Ну и вп теперь в курсе о замыслах секреты, конечно же, будут отдавать вышку и как-то отходить. Секреты начинают как-то, ну, более агрессивно, что ли, действовать. Интереснее у них выглядят какие-то атаки. Хизу постоянно на острие находится. Ищут противника, пытаются сделать какой-то минус. Вп же подобным не отвечает. Вп как-то действует вторым номером. Все еще делают ставку на своих кор-героев, что они будут комфортно фармить. Комфортно фармить не дают, потому что Мидван находит здесь Рамзеса, цепляет чинами. Рамзес ГДС на развороте получает подкоп, аэспас. Очень много дизебов, неприятно. Он подтягивает целил, который постарается помочь. Испугал всех, просто разбугал. Все в разные стороны уходят. Чинами подцепили, лил в итоге краш, дает и погибнет. Ну, его жизнь-то во благо, его смерть во благо жизни Рамзеса, конечно же. Но Ябзор находит в итоге Соло, а еще и урнув Шадос на Рамзеса повесил. Там есть Шадоу Ворд. Рамзес еще получает Мекку от Паши, поэтому жить будет, как и, возможно, Соло. Хотя это не факт. Все-таки выживает. Был Сюрдж, ну и Дарксир здесь просто всех спас. Паша пришел, Мекку дал, Сюрдж дал, ускорил и засейвил своих тиммейтов. Получается только Варлока, и после этого потеряли Славдера в Виртус Про. Ну, в общем, еще малой кровью отделались. Сикреты были настроены на убийство целого Рамзеса, но Рамзес им пока не дался. Тем не менее, 9-4. Сикреты все еще впереди. Пупею высвобождают пока легкую линию, дабы тот получил шестой уровень. Тоже хочет взять себе Вейл. Кидает Макропиру, чтобы зафармить всю пачку крипов, но уже подтягивает Сталил. Здесь также Ноу Ван. Ну и также Сикреты. Да времени много выиграл, этой Макропиру еще пупей. Сейчас успеют сюда подтянуться игроки Сикреты, найдут Лил, Лила, видят. Видели, 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 Лила. Ремнаты чины постараются забрать. Краш, и Лил не уходит. Ну, зато, Нуу Ван смог хотя бы вышку забрать с дабл дамеджем. Да, с дабл дамеджем. Смог забрать вышечку. Если б не было этого дабл дамеджа, наверное, с одной тычки бы вышку не забрал. Могли бы ее заденайть игроки Сикреты. Тут есть смысл вступить в бой. Подходят Клокерк сюда, сюда же подходит еще и Мид Ван. Виртус Про очень в неудачной позиции сейчас находится. Вообще никого не боится. Четырых входит, получает брака останчики, просто погибает. Есть, конечно, таунгейс от МП. Голем залетел на ремнантах, неплохо влетает Мид Ван. Большие проблемы у Дарксера. Прямо сейчас он погибает. Соло тоже здесь отправится в таверну. Это минус два. Но Ван, ракетку, его обнаружили, но он успел дочитать ТП. А вот Кябзор здесь погибнет. Два в два пока. МП остается. Рамзес вместе с Лилом, возможно, попытаются МП догнать. Как бы это сделать? Есть Момо, Рамзес и Лил, конечно, ускоряется под спринтом. Блинкдаггеров у этих двух героев нет. Есть Сандстрайк, который попадает по МП. Между прочим, краешком весьма недурно. Ну и по цветыню. По цветыню. Да, МП, по ПЕ. Здесь будут восстанавливать ХП, МП и бить их уже нет смысла. Надо разворачиваться и уходить. Ну, одно из первых, наверное, таких жестких столкновений двух команд, где огромное количество героев было задействовано. Ну, неплохо ВП вроде бы в той ситуации, в которой они находились. До этого, когда умирали лишь только их герои, они никого в ответ не забирали. Они еще неплохо разменялись. Все еще, конечно, Медуза пока им не подвластно. Медузу взять не удавалось. У нее хороший Нетворс и Эмберспирит в целом тоже неплохо. Хотя бы с упорками разобрались. Медуза сама по себе еще даже не так опасна, как могла бы быть. Да, ее действительно тяжеловато забрать, но и она и сама не так много ДПСов драки наносит. По сравнению с тем, же Эмбером. Поэтому ее может как раз и стоит игнорировать. Следует забрать сначала Эмбер, если есть возможность это сделать через Стан Рамзеса, Стан Лила и там про Каст Инвокера, но потом же как-то с Медузой разбираться. Нашли вендет-удар, Чайны и Ноу Ван не может спастись. Дизей бы просто не вышел. Даже Юл не прожал. Никак. Ну, Вард замечательно стоит здесь. Сикреты за счет того агрессивного Варда сейчас могут делать такие убийства. Снова гангуют. Снова на месте не стоят. Сикреты ищут возможности отыскать слабые. Места в составе Виртус Про прямо сейчас и даже периодически их находят. Слабое место в составе Виртус Про это Инвокер сейчас. Потому что у него нет эскейпа. Если он находит Никс, он умирает. Если он находит Клокер, он умирает. Ну, там, при помощи того же самого Эмбера, у которого травала есть, он там припортится на ближайших крипов и через ремнанты быстро добежит до нужной ему точки. Поэтому Инвокер старается убивать. Ну, Дарк Сиро тоже можно легко убить через Никса. И он Шелом собственным его подстанет при помощи Карапасиков. Там попасть и Вендетой, и Станом. И впоследствии тоже подлетает Эмбер. Вы делаете легкий фраг. Да. Ну, что-то мне вообще прям не нравится, как действуют две карты подряд Виртус Про. Какая-то не очень уверенная игра. Обычно ВП, как мы привыкли видеть. Ребята, которые в определенный момент собираются вместе, идут вперед, сносят вышки очень рано достаточно. Практически любые комматы делают. С быстрых бликдаггеров начинают нападать и уничтожать оппонента. А вот тут прям совсем как-то глухо все. Как-то это не ВП. Уверен я, что здесь Виртус Про хотели Эсэфа забирать. Если бы был бы Эсэф в пике УВП и не отдал бы Соло Ферстблат Мидуану, все было бы вообще отлично. Нунчик обыграл бы мидера на Эсэфе ПКСу. Вот. В топе бы приходил, помогал. Вот. Также он не был бы подвластен таким вот сильным гангом со стороны Team Secret. Да, Эсэф там тоже, конечно, умирает, но у него не так много интеллекта, как у инвокера. Соответственно, там моноберный инвокер вообще просто все ХП снимает. Крайне неприятно. Плюс Эсэф герой поагрессивнее. Инвокер старается бегать, сплитпушить, фармить, помогать с анстрайками. Эсэф может вместе со своей командой рано вступить в бой, купив, там, допустим, Драгонлендс и БКБ. И Виртус Про пока дать сдачи не могут. Но вот попытаются что-то сделать. Медузы. Нападают на Пупея и разворачивают сразу же. Контроэнициация от Хепзора. В Рамзе со Хукшотом. Когами зацепил. Сразу же Хук прорубивается. Отлично. Комбинация Вакуум, Воллов, Реплика и Голем. Сверху упал. Переживут ли это ребята из Сикрет? Да, подхил есть. Стоунг есть. Никого не забрали Виртус Про. Паша стоит, получает дэмэдж от Медузы. Погибает. Рамзес вошел. Смог уничтожить хотя бы Пупея. Дальше грызет импина. Медленных ремнантах прилетает Медван. Уничтожает в итоге Свена. Один в два. И вот казалось бы, момент идеальный. Все грамотно сделал Паша. Дал свое комбо под Голема. Круто, но просто не хватило урода. Никто не зарядил там кучу всяких нюков типа Ноуана. И достаточно медленно подбегал к замесу Свен без блинкдаф. Да, Ноуан что мог скинуть, то скинул. Но пока у него нет Аганима, ему тяжело там раскастовываться. Он, кстати говоря, не вкачивает талант. Вот я впервые вижу, чтобы Ноуан играл так. И мне кажется, что так играть удобней. Так, как сейчас делает Ноуан, не выкачивая таланты на инвокере, выкачивая сферы. Вот, по крайней мере, в такой игре, когда тебя так давят, тебе нужно иметь сферы хорошие, чтобы скиллы кастовать. А там талант на 125 здоровья, да ладно, уж как-то без него можно прожить. Впоследствии где-то там к 20 уровню можно уже подкачать. Там талант взять и на здоровье, и на форже. Естественно, зачем тебе талант на экспу, если ты уже там 20 уровня, правильно? Ну, вот так обычно и играл один парень из команды, из нынешнего состава Digital из нынешнего состава Digital House. Бывший Onyx. Про Абет. Абет. Ну, здесь мы видим, Ноуан взял себе на 15 уровне, правда, первый талант только. Ну, видимо, не скликнул все-таки, да, там, хотел, наверное, что-то вкачать, но... Хотел вкачать талант, но вкачал сферу, и... В итоге будет все-таки на 16 уровне брать талант, на форжей, похоже. Все-таки никто так и по схеме Абода и не играет на инвокере. Так, ну, пока мы видим, что Сигарита не подкрепляют ничем свое преимущество, то есть особо продвижения в сторону базы противника нет, Рошана тоже не уничтожают. Ну, вроде бы, там сделали, заделал в 5000. Был даже там до 5,5, но... Сейчас остается 4600. Все-таки, пока игра спокойная, Рабзес, конечно, фармит быстро. На салтере аниматаку хорошо маневрирует, избегает стан от Кизы, но есть хукшот, и... Ну, что Ябзор, что сам Кизы на Клокверке, конечно, исполняет очень здорово. Постоянно врываются, дают качественные хукшоты в нужного противника. Инициация идет, Клокверк-герой очень противный. И даже в этой карте, обратите внимание, Virtus.pro вообще не покупает форстафов даже. Нет возможности спасти своего тиммейта. Ну, вот вместо Яула мог бы купить себе нунчик форстаф, но он решил именно Яул сделать. Форстаф должен появляться после блинка у Лилы, но у Лилы игра также не задалась, как и у его команды в целом. Сейчас его еще раз заберут. Очередная смерть. Поэтому Слардер непопулярный роумер, потому что Virtus.pro, вот, например, они любят играть агрессивным стилем. То есть они берут Урсу, Темпларку, берут хорошего Хардера, берут приятных саппортов, ну и вот один из которых это Ромич и Слардер. Ромич и Слардер приходит в сейфлейн помогать убивать Рамзесу Хардера. У него это получается сделать. Он приходит потом еще в мид где-то там помогает мидеру своему на Темпларке. Если Темпларка, допустим, хорошую руну забирает, к Дарксиру приходит. Там может попытаться задоминировать. Потом тут Баунти руну взял, здесь Баунти руну взял и вуаля, там 15-ая минута Транквил и Блинк у Лила. Здесь так сделать не получается и мы видим то, что 22-ая минута у Лила то есть еще даже близко нет Блинка, у него даже свисочи золота нет, даже половину он половину он не нафармит с того золота, которое ему нужно. Да, ну у него один из низших Нетворсов вообще на карте. Уступает только Варлок, разве что по этому показателю. Так, ну тут тем временем все-таки смог ноу-1, купив Аганиму, уничтожит Джокеру, дал рассказ, но тут Хизу готов мстить за своего тиммейта. Вопрос кого он найдет? Да не он находит. Опять-таки находит Евзор, конечно же, находит Слардера. В очередной раз лишает части денег бедняжку Лила, которая только грезит о том, чтобы приобрести себе Блинк. Когда появится, непонятно. С такой игрой не скоро. Ну и Рамзес теперь тоже очень далеко выходит, причем один, БКБ у него нет, его можно просто остановить чейнами, да, ТП ему срывают. Ну и аккуратно будут разводить, кайтить, конечно, Рамзес никуда не уйдет. Карапейс, подстанк, и Рамзес, конечно, Варкраин поражал, помантит, побегает по лесочкам, но Флемгард его просто-просто прожигает. Очередной хороший минус, и ну гибнут Виртус Про, на разных участках карт просто гибнут. Команды не видно. Есть вот пять разных игроков, которые где-то чем-то своим занимаются. Вместе, пока они не собираются, ничего потного нам не показывают. А вот тебе и Медуза с Аскади на 23-й минуте. И не хочет останавливаться, собирается приобретать следующим артефактом бабочку. Что-то мне подсказывает, если МП купит бабочку, и у Виртус Про резко не станет все хорошо к тому моменту, игра уже закончится. Потому что Медузу с бабочкой убивать будет нечем. Чтобы резко стало все хорошо, нужно драку выиграть пять в ноль желательно, где Свет найдет под прокаст и всех убьет. Все-таки не прям пять в ноль выиграть в драку, можно взять какой-то смоук, активировать его, отпушить грамотно лайны, чтобы этот смоук не был таким очевидным. Допустим, инвокера и Дарксира оставить на лайнах, а Свен, Варлок и Слардер пойдут кого-то искать. Находят они, предположим, Медвана, дают свой прокаст со станами, туда залетает Санстрайк аганимный с восьмым уровнем Векса. Ой, Экзортов, прошу прощения, конечно же. И все, минус Эмбер Спирит. Чем это заканчивается? Это заканчивается забранным Рошаном через Коррозив Хейс. Вот в таком случае еще какой-то камбэк типа может быть. Ну вот смотри, смоук Виртус Про активирует, но они нечто подобное сейчас делать не смогут. Они могут только подраться. Там просто байт идет на Медузу. Медуза, кстати говоря, да, получает Торнадо ЕМП, очень неприятно. Сейчас манны был лишен. Лишен. Так, Эмбер Спирит идет дальше. Голема скидывает просто на Эмбер. Дальше краш. Эмбер Спирита можно забрать. Забирают его. Отличный минус. Пойдут ли дальше ребята из Виртус Про? Рамзес вроде бы идет. Ждет свою команду. Лил также подтягивается. Блингдаггера все еще, конечно же, нет. Стоун Гейс на развороте от Сикрет. Рамзес пробежался. Стангибзора прописал. И старается его не отпустить. Но Нуван старается еще и кого-то подцепить дальше. То есть они понимают, что Хлокверка скорее всего возьмут. Хотя не факт, уже есть Форстав. Просто убегает на максимальную дистанцию. Нуван пошел ставить Айсвол. Получает подкоп. Получает дэмэдж от МП. Еще Айспас сверху. Нуван видимо добегался. Да, один добегался. Погибает он. Теперь Паша встался. Тоже один. Его три героя будут избивать. Попытался уйти на Сюджи. Получил Карапейс. Ну Айспас неточный. Неплохо сманеврировал Паша. И вроде бы за счет блинков смог уйти. Ну вот хорошую... Нет. Кто-то погиб опять. А, ну тут нашлись Ларвара. Размен по итогу получился один в два. Хотя изначально Эмбер Спирита очень быстро забрали. И казалось бы, вот он момент для переворота. Вот он момент для хорошей драки. Но не получилось. Начали цеплять разные цели. Свен в одну сторону побежал. Инвокер в другую сторону побежал. В общем, не там, не там. Они ничего не получили. Что-то мне подсказывает, что это именно Рамзес допустил ошибку. Потому что Клокерка догонять было бы бессмысленно. У него там Форстаф, Блэйдмейл и Коги. То есть ты ему вообще ничего сделать не можешь. А бежать как раз нужно было за остальной командой. Которую можно было бы убить при помощи Свена и Инвокера и Слардера. Ну, либо вообще не бежать. То есть просто развернуться. Либо пойти на Рошан, если вы уверены в своих силах и хотите рискнуть. Либо просто отступить. Еще одна салаталь. Ну, получилось, кстати, примерно. Да, примерно то, что я и предполагал, что будет. Но так немножечко... Немножко по-другому. Я думал, что Virtus.pro тоже там заберут к какому-нибудь Эмберу и пойдут в Рошпит. Но это была именно 5 на 5. Драка со Смоук. Отличный подсчет от Эпзора. И Эпзора у нас Варлок. Ну да, где-то опять на своей территории погибает Свен. Варлок отдался на подходе к своей вышке. По итогу минус 2. Медван еще цепляет Инвокер. Ну, бить, наверное, так просто его не даст. Инвокер там раскастовался. Да. С темно-какокки за подцепил на карапейс. Но Ван стоит на месте. Есть Юл. В центре ставится. И еще одно... Еще одна соло-отдача от игроков ВП. 65 секунд не будет Инвокера. Здесь 5 игроков команды Сикрет ломают... Да, вот Нунчик там рисует на мини-карте нервно, что-то пытаясь объяснить своим тиммейтам. Ну, выражаясь словами нового модного блогера, Рамзесу следует играть Сейвовий. Или как там было? Как там Дружко говорил? Да, вот про Рамзеса говорил, что надо играть Сейвовий. Да, вот из-за того, что Рамзес погибает где-то там, вот сейчас падает мид, и это очень плохо. Есть возможность забрать Шрайны, есть возможность забрать Рошана, как только вот появится мана у игроков команды Сикрет, и можно будет заканчивать эту игру. Ну, Рошан у нас первый, пока без сыра, ну, или просто подождать, допустим, второго Рошана. Или подождать, когда Рамзес снова выйдет из базы, и в очередной раз его забрать. Например, по такому пути сейчас действует Сикрет, и подвязывающий нами Рамзеса есть подкоп, айс-пас из дизейблы не выпускает Далбрес, ракетка, и, конечно же, хукшот от Евзора, который должен поставить точку в жизни Рамзеса, это минус Рамзес, и Гудгеймблплейт. Ну, тут абсолютно верное, просто абсолютно верное решение написать ГГ, потому что такое терпеть команде такого уровня, ну, не с руки, не надо продолжать. Вот это, что мы наблюдаем. Это отвратительно. После вчерашнего выпуска Трусайта, вот, знаешь, такие больные фантазии возникают, что там может происходить у игроков Virtus.pro в TeamSpeak'е сейчас, но мы понимаем, что не все так, как нам показали, к счастью. Но все равно, такие мысли иногда проскакивают. Ну, просто, не знаю, Virtus.pro, ну, даже сложно оценивать вот этот матч с позиции, там, знаешь, стремления, мотивации команд попасть в плей-офф, во что бы то ни стало, зарабатывать себе сейчас необходимые баллы, там, особенно Virtus.pro, у них только старт, фактически DreamLake, третий матч, вот сейчас они сыграли.